Торжественное открытие двух новых объектов в московском районе прошли буквально одно за другим. Первым распахнул дверь и зал торжественных церемоний ЗАГСа, который разместился в самом здании администрации. Не только пришелся, так сказать, ко двору, но и стал настоящим ее украшением. До сего момента отдел скромно ютился в маленьком помещении, совсем не располагающем к ярким торжествам. Проект долго вынашивался, долго. Когда изыскивались бюджетные средства, точку в опросе поставил мэр города Александр Полошенков. Именно ему принадлежит идея пристройки для организации входа в зал стеклянного перехода с лестничным маршем от холла центрального входа в здание непосредственно к церемониальному залу. Я думаю, новый ЗАГС будет способствовать тому, чтобы количество заключенных врагов было меньше разводов. В таком здании, если он будет заключен, а не в какой-то конуре, то не будет к отец разводиться. А если будет меньше разводов, снова пойдет рождаемость. Это помещение будет способствовать тому, что наши молодожены будут не зависеть ни от кого. То есть они спокойно придут в наш зал. То есть у них пройдет их торжество. Такое, которое они желали бы. То, что они сами для себя запланировали. И с этого же начинается семейная жизнь. Конечно же, та обстановка, которая будет царить в этом помещении, оно, как вы видите, очень просторное, очень такое, огромное. Поэтому я думаю, что у них будет все складываться наилучшим образом. И семейная жизнь будет начинаться именно вот с этого торжества. Они зарегистрировали брак, получили документы о браке и дальше шагнули в семейную жизнь. Потрясающий зал для проведения торжественных церемоний. Легкий, воздушный, стильный. Соединились в одно целое и изыск, и вкус. Светлые тона стен, зеркальные полы, мебель в стиле ампир. Здесь все сделано для того, чтобы новобрачные почувствовали себя героями сказочного действия. И чтобы в дальнейшем жизнь их складывалась красиво и изысканно. Но зал многофункционален. И использоваться будет не только для проведения церемоний бракосочетаний. Поводов для торжества в районе немало. Для меня, как главы администрации, очень важна многофункциональность этого зала, где в течение пяти рабочих дней этот зал будет использоваться для чествований, для торжественных мероприятий, для различных профессиональных праздников. А по субботам, естественно, это будет ЗАГС. Я очень хотел бы, чтобы у нас в московском районе было больше хороших поводов, чтобы героев этих хороших поводов мы могли чествовать в этом замечательном и красивом зале. И сразу же второе открытие, которого ждали с нетерпением не меньшим. Торговый центр «Алми» под звучной вывеской «Гипермаркет» распахнул свои двери для всех нетерпеливо ждущих. 5800 квадратных метров – такова площадь нового торгового центра. Магазином его назвать как-то не получается. Все продумано до мельчайших подробностей, от выкладки товара до оригинальной формы продавцов. Об ассортименте и говорить не приходится. Все для всех на любой вкус и кошелек, как от белорусских производителей, так и от компаний с мировыми брендами. Первые приобретения, первые траты, первые впечатления от первого в городе гипермаркета. Все рады открытию, все, наверное, ожидали этот магазин. Я думаю, что очень будет пользоваться популярностью, потому что и вместе таком расположен. И я думаю, что будет все хорошо. Покупатели рады. Большая перспектива у магазина, выгодное положение. Построено полгода раньше срока. Новый ассортимент. В принципе, хороший. Сегодня открытие, но еще часть арендной зоны, как видите, не открылась. Будет прекрасный ассортимент. И сейчас народ, по-моему, доволен. В день 70-летия освобождения, преддверие его, мы взяли и показали целую череду новых объектов, которые принадлежат людям. Новые автобусные маршруты, новые дороги, новый пригородный вокзал, новые детская поликлиника, новая хореографическая школа, новый дом на месте старой деревни, новый ЗАГС и новый объект торговли. Вот вам полный набор и по здравоохранению, и по культуре, и по детям, и по гражданности, которая у нас, слава Богу, хороша в Бресте. И по обслуживанию населения. Примерно вот такой подход должен быть в каждом населенном пункте, для того, чтобы с каждым днем, с каждым годом людям становилось же комфортнее. Сделать все за раз нельзя. Но если очень стремиться, любить это дело и заниматься, то со временем все получится.